По милости Божьей, братья и сестры, мы находимся в служении пред нашим Господом. У нас сегодня конкретное служение, которое имеет особый смысл. Это воспоминание страданий и смерти нашего Господа, нашего Спасителя. Рождение, которое мы отмечали, и как братья нами говорили, что если бы Христос не пришел на землю, если бы Христос не принял плоть человеческую, если бы Христос не стал человеком, то не было бы и Голгофы. Не было бы и Голгофы. А так Господь по Своей великой премудрости определил такой конкретный и премудрый план наше Госпасение, и мы благодарны Богу нашему. Дорогие мои, я часто рассуждаю над Божьим Словом и над нашей жизнью, что это мы говорим и говорится в Божьем Слове не о ком-то. Это говорится о нашем Господе и о нас. Слава Богу! И даже вот вчерашнее служение, где Господь обращается к нам Своим, через пророчество Слова от Духа Святого, от Господа, и называет нас Своими Детями, Своим Народом и Своим Наследием. Какое это блаженство! Какое это счастье! Какая это радость! Слава Богу! Дорогие мои, и как Церковь Господня, народ Божий, мы любим нашего Господа и стараемся исполнять Его Святое Слово, сохраняя благочестие в нашей жизни. Хотя непросто, дорогие мои, следовать за Господом непросто, следовать по узкому пути непросто, но Господь с нами Духом Святым. Слава Богу! И мы имеем это чудесное Слово Божие, которое является светильником ноги нашей. Открывая наше богослужение, дорогие, мы рады приветствовать наших братьев, кто с нами по интернету, и будем читать Божье Слово, которое записано в книге пророка Исаии. Послушайте, как говорит Господь это в укреплении веры каждого из нас. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятого в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильными будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Слава Богу! Дорогие мои, как бы нам трудно не было, может где-то кто-то из нас действительно упал, действительно попал в какой-то плен. Это бывает, это жизнь. Но свидетельство Божьего Слова говорит нам о том, что есть больше того, который, бывает, пленяет нас. Больше того, который, бывает, пленяет детей наших. Это наш Господь. Он победил этого тирана. Посему мы предстоим предсвятым и всемогущим Богом, который открылся нам в Своем Сыне, возлюбленные, который освобождает нас от всякого греха. Ему да будет принадлежать слава. И мы, открывая наше богослужение, встанем пред Господом и будем прославлять имя Господне, приготовляясь к молитве о благословении. Слава Богу, братья и сестры, мы будем петь Псалом номер 745. Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем в душе. Люблю твердить его везде. То имя Иисуса номер 745. Иисус номер 745. Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем в душе. Люблю твердить Его везде В Твоем имя Иисуса Иисус, Тебе хвала Неизмену навсегда Славьте, славьте все уста В Твоем имя Иисуса Страдайся в сладкое имя Тоб Окраду мирною готов Любовью Божьим волном Твоем имя Иисуса Иисус, Тебе хвала Неизмену навсегда Славьте, славьте все уста В Твоем имя Иисуса Нет слов, чтоб выразить во мне Как дорого то имя мне Расслаблю в памятной хворе Твоем имя Иисуса Иисус, Тебе хвала Неизмену навсегда Славьте, славьте все уста Славьте, славьте все уста В Твоем имя Иисуса Слава нашим Господу Дорогие братья и сестры Мы уже слышали эти прекрасные слова Чтобы если бы не было Рождества Не было бы и Голгофы Я думаю, рождественская тема продолжается Потому что мы слышали Брат Гос приезжал И когда его православный священник спрашивал Когда вы празднуете Рождество Он говорит От 25 декабря до 7 января Я думаю, мы тоже празднуем Рождество Я читаю эти прекрасные слова Записанные в книге пророка Исаии В 9 главе Ибо младенец родился нам Сын дан нам Владычество на раменах его И нарекут ему имя Чудный советник Бог крепкий Отец вечности Князь мира Умножению владычества его и мира Нет предела На престоле Давида И в царстве его Чтобы ему утвердить его И укрепить его судом И правдою отныне и до века Ревность Господа Савофа Соделает это Это было за 700 лет До рождения нашего Господа Иисуса Христа И когда пришла полнота времени Мы читаем Евангелие от Луки 1 глава С 26 стиха В 6 же месяц Послан был ангел Гаврил от Бога В город Галилейский Называемый Назарет К деве обрученной мужу Именем Иосифа Из дома Давидова Имя же деве Мария Ангел войдя к ней Сказал Радуйся благодатная Господ с тобою Благословенно ты Между женами Она же увидев его Смутилась от слов его И размышляла Что бы это было за приветствие И сказал ей ангел Не бойся Мария Ибо ты обрела благодать у Бога И вот зачнешь во чреве И родишь сына И наречешь ему имя Иисус Он будет велик И наречется сыном Всевышнего И даст ему Господь Бог Престол Давида Отца его И будет царствовать Над домом Иакова вовеки И царство его не будет конца Братья и сестры Царство его Это церковь сегодня Народ некогда не знавший Бога Но когда Бог постучал Духом Святым в наши сердца И мы откликнулись И мы приняли Иисуса Христа Который не только родился На нашу греховную землю Но который пришел для того Чтобы взыскать и спасти погибшего Среди которых и мы некогда были Мы приняли его И вот это царство Божие Это церковь Царство Божие Внутрь нас есть И мы сейчас давайте призовем вместе Имя нашего Господа Чтобы его благословение Прибыло на нас На этом служении Ему за все слава Аминь Будем молиться Господу Благодарность нашему Господу Новый год И каждый из нас на том месте Для того, чтобы прославить нашего Господа Для того, чтобы направить взор свой Туда на Голгофу Где совершилось искупление за нас Я прочитаю место из Писания Мы помолимся нашему Господу Место всем известное Очень много раз мы ее читали И нам очень много раз это место читали Но в ней есть большой смысл Исайя 53 глава С первого стиха Кто поверил слышанному от нас И кому открылась мышца Господня Ибо он зашел пред ним Как отпрыск И как росток из сухой земли Нет в нем ни вида Ни величия И мы видели его И не было в нем вида Который привлекал бы нас к нему Он был презрен и умолен пред людьми Муж скорбей, изведавший болезни И мы отвращали от него лица свое Он был презраем И мы не во что ставили его Но он взял на себя наши немощи И понес наши болезни А мы думали, что он был поражаем Наказуем и уничижен Богом Но он изъявлен был за грехи наши И мучим за беззакония наши Наказание мира нашего было на нем И ранами его мы исцелились Все мы блуждали, как овцы Совратились каждый на свою дорогу И Господь возложил на него грехи всех нас Он истезуем был, но страдал добровольно И не открывал уст твоих, как овца Как овца веден был он на заклание И как агнец, предстригущим его, безгласен Так он не отверзал уст своих Братья и сестры Я, размышляя над этим текстом Читал этот текст и думал Действительно Ну вот Я думаю, что Немало людей, сидящих здесь Пришлось в их жизни Страдать за неправду Ну вот Сказали про тебя что-то Или там говорят Или там даже, может Пришлось тебе платить чем-то Или деньгами, или слезами, или чему-то Оно так обидно Так, ну Ну не раз, может, люди говорят Ну хотя бы это было бы правда Ну не так ли? А вот Рассуждая над нашим Спасителем Все это он сделал из-за того Что полюбил народ Полюбил меня и тебя Вот так Рассуждая Ну такие Такие уже боли Такие ужасные уже бения Такие удары Можно было в конце концов сказать Ну уже, наверное, хватит Все Можно было слезть с креста Можно было показать что-то людям И люди действительно сказали О да Он пострадал за нас А теперь, видите Он даже не Как чистый человек Даже на крест не сел Не полез на крест Или как Или не Не казнили его Но он Он все это делал Из-за Из-за меня Из-за тебя Из-за нас, братья и сестры У него была любовь Ко мне И к тебе И все это он решил сделать Он решил Все это сделать С отцом своим Наверное Я не знаю Какой отец такой Ну Мог бы допустить Такое Я знаю Вообще-то Я знаю Что отец Или мать Она скажет Нет Ты стой здесь А я пойду за тебя Я пойду Я приму Удар Я приму Другое Наказание Вместо своего ребенка Не раз Смотря На своих детей Когда они болеют Я молился Господу И сказал Господи Может это за За меня Может он болеет Может он мучится Господи Дай мне Я как-то иначе Буду чувствовать Я знаю Что я Я не такой Как ты хочешь Забери от моего ребенка Эти боли Забери эти страдания Я не знаю Как вы Но у меня Такое отцовское Сердце И я всегда думаю Что Что бы своим детям Было лучше А здесь Отец смотрит На весь мир Говорит С сыном своим Объясняет Своему сыну Как все это Произойдет Говорит ему Что А потом все это Совершится Когда все это Совершится Мы будем Иметь своих людей Назад Мы будем Искуплять их Через кровь твою Смотря на Иисуса Как все это делает Добровольно Зная то Куда он идет Как он поступает Как люди смотрят На него Он не ведет Поставляет Свои руки Забивает ему Гвозди А до этого Сколько бени Сколько мучений Я бы наверное Отказался Я бы сказал Отец Как и он Молится И говорит Господи Да минует меня Чаша сия Это очень Трудно Это очень Очень больно Все видя впереди Все зная Отец Наверное Смотрел И в такой же Самый Такие же Самые Чувства Были у отца Смотря на Своего сына А здесь Дьявол Делал Своё дело И наш Иисус Наш Спаситель Идёт на крест Всё это Происходит На глазах У людей Многие люди Может спрашивали Ну действительно Был бы он Праведник Был бы он Сын Божий То он бы слез Оттуда Ну а как Без греха Можно было Там же есть люди Которые У них Большие головы На плечи Хотя её Не видно Но у них Хорошего И здравого Разума Они не зря Его Поцепили туда Кто-то Сказал Да нет Я не слышал Ничего Он столько Добра Да ты лучше Мальчи Ты ничего Не знаешь Там есть люди Которые Знают его Жизнь От начала До конца Он не зря Там разбойник Там разбойник И посередине Хороший Человек Это не бывает Ты молчи Лучше Я вот так думаю Как издевались А он стоит Он стоит Всё это Претерпел И в конце Говорит Чудесное Слово Совершилось Совершилось Всё Для меня И для тебя Были очень Большие Страдания У нашего Господа Но он Страдал Из-за того Чтоб ты сегодня Радовался Он страдал Из-за того Чтоб ты имел Сегодня прощение Очень много Обо очень много Грехов написано В Писании Какой грех Какой Но кровь Иисуса Христа Омывает От всякого Греха Вспоминая Помышления Нашего Господа Иисуса Христа Он решил Доказать людям Что он действительно Любит Человечество Он взял Все своих Учеников Двенадцать Возлежал Там у чая Говоря им И говорит Вот так вы должны Поступать Вы называете Меня учителем И действительно Я есть учитель То если я Делаю так То и вы должны Делать И все Да 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 Мы будем делать И вот Послушайте Иисус Зная Что отец Все дал в руки И год Что от Бога Исшел И к Богу Подходит Встал Звече И снял Себя Верхнюю Одежду И взял Полотенце Припоясался Потом влил Воды В умывальницу И начал Умывать Ноги Учениками И отирать Полотенце Которым Был Припоясан Подходит К Симону Петру И тот Говорит Ему Господи Тебе ли Умывать Мои ноги Иисус Сказал Ему В ответ Что я Делаю Теперь Ты не знаешь А возьми После Петр Говорит Ему Не умоешь Ног Моих Вовек Иисус Отвечал Ему Если Не умою Тебя Не имеешь Части Со Мною Симон Петр Говорит Ему Господи Не только Ноги Мои Но и руки И голову Иисус Говорит Ему А мы Тому Нужно Только Ноги Умыть Потому Что Чист Весь И вы Чисты Но не все Ибо Знал он Предателя Своего Потом И сказал Не все Вы Чисты Когда Же Умыл Ем Ноги И надел Одежду Свою Возлегшую Опять Сказал Ем Знаете Ли Что Я Сделал Вам Вы Называете Меня Учителем И Господом И Правильно Говорите Ибо Я Точно То Итак Если Я Господь И Учитель Умыл Ноги Вам То И Вы Должны Умывать Ноги Друг Друг Ибо Я Дал Вам Пример Чтобы И Вы Не Делали Что Я Вам Делал Кто-то Не Спит Читаю Еще Раз Ибо Я Дал Вам Пример Чтобы Вы Не Делали То Что Я Вам Делал Наверное Все Спят Ибо Я Дал Вам Пример Чтобы И Вы Делали То Что Я Сделал Вам Слава Нашему Господу Я Я Дал Пример Чтобы И Вы Сделали То Что Я Вам Делал Чудесно Братья И Сестры Вот Наш Спаситель Мы знаем Он Великий Бог Он Всемогущий Вот Он Преклоняется Ко Мне И К Тебе И Омывает Тебе Ноги Он Преклоняется И Омывает Тебе Ноги И Он Говорит Если Я Тебе Мою Ноги То И Ты Должен Мыть Друг 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 Ноги И Вы Должны Умывать Друг Друг Ноги И Все Наверное Да Мы Будем Мыть Не Так Братья И Сестры И Наверное Встали После Это Все Взяли Полотенце Омывали Друг Друг Ноги Обнимали Поцеловались Поприветствовали Иным Словом Брат Благословить Тебя Господь Сестра Благословить Тебя Господь Не Так Ли Приятно Это Приятно Но Это Заповедь Нашего Господа Иисуса Христа Если Я Вам Это Сделал То И Вы Должны Делать В этом Братья И Сестры Вложен Большой Смысл Большой Смысл Это Любовь Нашего Господа Иисуса Христа К Человечеству И Вот Люди Люди Смотрят Друг На Друг Омывают Ноги И Говорят Если Иисус Это Сделал Он Повелел Мне Сделать Тебе А Тот Говорит А Он Повелел Мне Сделать Это Тебе И С Радостью В Сердцах Все Это Приступали И Делали Помните Священное Писание Написано Что Первая Церковь Они Преломляли Хлеб Каждый День Так Написано По крайней мере Так написано В Молдавской Библии Я не знаю Точно Другой Перевод Как он Там Написано Что Они Каждый День Потом Перешли На Каждую Неделю Это Было Чудесно Не Так Ли Написано Мы Может Сейчас Не Можем Понимать Все Это Но Написано Что Люди Продавали Все Свои Имения В Наше Время Сомневаюсь Сомневаюсь Если Трудно Друг Другу Ноги Мыть То Продавать Мне Мой Спринтер И Поедись Здесь В церкви Поставить Его Ну Может Если У меня Насобрано Другого То Я Может Сделаю Это А Когда Я Все Вложил Там Чтобы Его Купить А Потом Надо Продавать Его Или Что-то Другое Имение Своё Продать А у них Было Большое Любящее Сердце Брат Ты В Нужде А А то С радостью Отдаёт Знаете Написано Об этом И Вот Это Была Первая Церковь Братья И Сёстры А Мы В Ожидании Нашего Спасителя Иисуса Христа Кого Бог Возьмёт Того Который Исполнил Написано Каждая Молящаяся Женщина Должна Быть С Покрытой Головою Она Преклоняется Пред Господи Говорит Господи Я Пред Тобой Не Пред Людьми Я Делаю По Слову Твоему Согрешила Она Эта Женщина Не Согрешила Потому Что Так Написано Когда Мы Когда Мы Венчаем Мы Говорим Женскому Женской Стороны Что Вот Так Вот Так Есть Написано В Писании Вот Так Должно Быть Вот Так Точно По Всем По Всем Линиям Христос Придёт Посмотрит На Искупленный Кровью Своею И Возьмёт Его Я Думаю Что Достаточно Мне Сказать Достаточно Я Сказал То Что Хотел Сказать Братья И Сёстры Что За Нас Пролита Невинная Кровь Иисус Пролил Невинную Кровь За Того Чтобы Искупить Меня И Тебя У нас Есть Такое Служение Омывение Ног Я Думаю Что Каждый Из Нас У каждого Есть желание Это Сделать Только По Одной Причине Так Сделал Мой Спаситель Ему Это Приятно И Мне Приятно Будем Молиться Господу Зайдем На Голгофу Мой Брат Там Посланный Богом Мессия Распят Номер 14 420 Зайдем На Голгофу Мой Брат Зайдем Слава Слава Богом Распет Я Распят Там Брат Слава Слава Брат 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 Мой Брат Слава 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 Брат 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 Слава Брат Слава Субтитры подогнали Симон. 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 Так учит нас Божье Слово Евангелие. Субтитры подогнали Симон. 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 можем сказать, Господь мой и Бог мой. Аллилуйя! И находясь во плоти, Божье Слово приводит нас, да испытывает себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Какой добрый наш Господь, который говорит, если мы будем судить самих себя, то не будем судимы. Возлюбленные, судить других легко. Наблюдать святость и благочестие жизни других людей легко. Давайте посмотрим на себя, на себя, на себя, и не будем судимы. Давайте мы предстанем пред Господом в нашей молитве, склонясь на колени, и искренне помолимся и испытаем себя, и попросим у Господа благословения для совершения святых ини. О, милосвятый Моя Северная, сердечно благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Святого и Всемогущего Бога. Братья и служители, пожалуйста, подойдите сюда. Народ Божий, братья и сестры, дорогая Церковь, наше служение, причастие мы будем совершать с благоговением пред нашим Господом. как мы это и делаем, стоя на ногах наших. Кому трудно, можно присесть. Но все будем благоговеть пред нашим Господом. В святыне имеют права участвовать все те, кто вступил в завет с Господом через святое водное крещение, кто в мире с Церковью и готовился к этому служению. Да благословит всех нас Господь! Божье Слово учит нас первое послание Коринфяна, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял тот, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание!» Аллилуйя! Плава Богу! Церковь, мы будем благодарить Бога за хлеб, шедший с небес. Мы будем благодарить Господа за этот чудесный дар жизни. Мы призовем Божье благословение на этот хлеб, да благословить Господь этот хлеб и освятить его, и да достоит нас Господь преломить его и принять как святыню Господню. Молимся! Аллилуйя! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 «Симон. Субтитры подогнали Симон. Истинно говорю вам, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. ядущий мою плоть, и пить мою жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Аллилуйя!» Такое прекрасное, чудесное, божье обетование, божье благословение, которое сказал наш Господь. Да укрепит Господь, братья и сестры, нашу веру, да укрепит Господь наше упование, что, совершая это служение, мы приближаемся, приближаемся и входим, и входим в нашего Господа, чтобы жить нашим Господом для наследия вечной жизни. Благослови Господь, сестры Любы! Ведут Христа на тяжкие мучения, И капли крови по челу стекают, А грешники с безумным наслаждением Ему Голговский крест приготовляют. Что сделал Он? Какое злодеяние? И почему их ярость без границы Искала причинить Ему страдания, И гвозди вбить в ладони Его десницы? Ведь Он любил всех искренно и свято, Любовью чистой, верной, неземной, И на судилище у Понтия Пилата Свои уста не осквернил хулой. Что сделал Он? Какое злодеяние? И почему же, посланный Отцом За все Его великие деяния, Увенчан был из стерния венцом? И почему народ, бесчувственный и сытый, Стоял перед крестом и наблюдал, Как Иисус, истерзанный, избитый, Мучительно и страшно умирал. Безумцы, оглянитесь, вспомните о Боге, Сегодня со креста звучит небесный глаз, Склонитесь перед Ним, оставьте все пороки, Ведь это Божий Сын пришел, Чтоб умереть за вас. Аминь. Аминь. У Христа хочу стоять, Созерцать душою, Как с колдов и благодать Мир течет рекою. У Христа, у Христа, честь Твоя и слава, Нам спасенья полно дам, Нам блаженство право. У Христа меня нашли Благодать и сила, Благодать и сила, И звезда святой любви, Будь моя старива. У Христа, у Христа, Честь моя и слава, Нам спасенья полно дам, На блаженство право. У Христа открылся мне Троткий андец Божий, Он привлек меня к себе, Стал всего дороже. У Христа, у Христа, Честь моя и слава, Нам спасенья полно дам, На блаженство право. У Христа, у Христа, У Христа я буду ждать, С верой и надеждой, Пока Бог велит принять Царство местной одежды. У Христа, у Христа, Честь моя и слава, Нам спасенья полно дам, На блаженство право. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Бог всемогущий, Бог милосердный, Слава несет я в молитвах Тебе. Создал Ты мир, небо и землю, Создал людей, чтоб познали Тебя. Силой Твоей Ты вошел в мое сердце, И потому я иду, все любя. Ты, Бог святой мой, С неба пришел к нам, Так возлюбил нас, Грешных людей сам добровольно Шел на страданье, Чтоб заплатить за нас жизнью своей. Ох, как страдал Ты за нас, мой Иисус, Все вновь представь, Ведь всегда я страшусь, И вспоминаю всегда слезы льем, Ох, как Тебя я люблю. Слава Тебе, мой, Чудный спаситель, Ох, всемогущий, Дивный живой, Смерть не смогла Держать Тебя в узах, Радуйся, радуйся, Люд весь святой. Он теперь с нами вовеки всегда, Бог Духом святым наполняет сердцам, Гимн мы любви все ему поспоем, Счастье, надежда лишь в нем. Счастье всегда только в нем. Слава Господа, Елена Михайловна! Народ Божий, святыни и братья никого не миновали. Если, может быть, кого миновали, Поднимите руку, пожалуйста. Участвуй, братья. Народ Божий, Радуйся в Учене, Гимн, Народ Божий, Народ Божий, Народ Божий. Господь сказал от оставшихся разделить между собою или сжечь на огне. Мы разделим между собою по слову Господа. Да буду с ней, Господь, братья. Мы споем псалом номер 1175. Путь голгофи далек, кровь стекала из рам. Путь голгофи далек, кровь стекала из рам. Путь голгофи страданий во взоре. Иисус, дорогой, умирал на кресте, Приявлял тяжкие мутни горе. Никогда не смогу я забыть этот пресс. Он стоит между небом и землею. Своей смертью Христос приверил нас сердцом, И скупил драгоценную кровью. Помни ты, человек, глазу песни моей, Что ты медлишь, мой друг, что ты ждешь. Чем мне платишь, нему, за божественной дам, За божественную кровь, что дает. Путь голгофи далек, что ты медлишь. На земли, снег царит, Дарок не перейди, Для тебя это создал Господь. Он зовет, но приди, И вокруг не пройти, В нем ты счастье и мир обретешь. Ай, Господь, мне понят, Ай, ну, вечной любви, Той, что ты нам на землю принес. Никогда я спокойно и твердо пойду, По земле свиньи лунь, свиньи грозь. Никогда не смогу я забыть этот крест, Он стоит между небом с землею. Своей смертью Христос Примирил нас с Отцом, И скупил драгоценную кровью. Прекрасный псалон! Благодарим Христос! Гром Христос! Гром Христос! Омыло меня! Гром Христос! Освободило меня! Гром Христос! Гром Христос! Омыло меня! Гром Христос! Освободило меня! Гром Христос! Гром Христос! Омыло меня! Освободило меня! Гром Христос! 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 Божий народ, мы в служении пред Господом, братья, возьмите сосуды, возьмите чаши. Мы читаем дальше 11 главу 1-го послания Коринфянам с 25-го стика. Так же и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Аминь. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Дорогие, мы поблагодарим Господа за чаши и за сосуды и призовем Божье благословение на чаши и на сосуды, дабы Господь освятил их и удостоил нас принять как святыню Господню. Молимся, Церковь. Аллилуйя, Господь. Народ Божий, сия есть святыня Господня. Ибо всякий раз, когда вы пьете из чаши сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Принимаем святыню с верою и благоговением. Да благословит Господь, братья. Благодарим, брат. Аллилуйя. Аминь. Братья и сестры, принимая святыню Господню, давайте мы обратимся к обетованиям, о которых мы уже начали читать. Это с шестой главы Евангелия от Иоанна. Это сказал Господь. Читаем с 54 стиха. Ядущий мою плоть и пьющая мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Аллилуйя. И я воскрешу Его, говорит Господь, говорит каждому из нас, и я воскрешу Его в последний день. С этой надеждой, с упованием на эти слова, многие братья и сестры наши уже перешли в ту обитель и в ожидании этого славного и светлого Божьего воскресения. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Аллилуйя. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей, то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек. Аллилуйя. Прекрасное обетование Божие, которое укрепляет нашу веру, нашу надежду, которое, друзья мои, среди всех этих бурь жизни, страданий, скорбей, болезней, все, что мы здесь проходим, дорогие мои, даже гонений, это истина Господня. Эти чудные Божьи обетования, они укрепляют надежду, они укрепляют веру, они вселяют мир в сердце Божьего народа, они дают нам радость. И среди всех этих невзгод нашей жизни, находясь на узком пути, следуя по следам нашего Господа, мы всегда находим, братья и сестры, что-то прекрасное, что-то необыкновенное, что-то святое, что-то славное, то, что дает Христос. Хвала Богу нашему. Дорогие мои, да благословит Господь, Надежда Дмитриевна. Послушаем. 26 декабря 2013 года Господь отозвал вечность христианского поэта Льва Ионовича Болеславского. Это признанный поэт России. Это человек, которого я знала. Это прекрасный, скромный человек. Он даже боялся произнести, просто сказать «Бог». Для него был Бог, это такое благоговение. Он уверовал в православной церкви. И когда я встретилась с его стихами, меня познакомили с этими стихами, они настолько были одухотворенные для меня, что я целый год не расставалась с его стихами. Везде была книга его со мной. И поддерживали эти стихи меня в трудные часы жизни моей. Я прочту стих Димас. Одесную Господа Христа он висел распятый. И Димаса всасывала грозно пустота мукой остановленного часа. Жгло рассудок вспыхнувшее пламя, боли от пробитых рук и ног. Но страшней недвижность, если б мог вырваться, хоть раз взмахнуть руками. Он висел так близко от Христа, отданный с Ним вместе на закланье, что и сквозь поток насмешек брани слышал Иисусова дыхание, стоны сквозь разверстые уста. Он висел так близко от Христа. Был прибит такими же гвоздями к серой перекладине креста, но другие дали неспроста открывались пред его глазами. Грешнику предстала вся счета прожитого. Сам себя ограбил, обокрал, обмерил, обсчитал. Дьяволу покорен был по рабе, сколько раз разбойничал, не с честь. Господи, хоть что-нибудь благое есть ли за душою? Вспомнил, есть. Вспомнил он лачугу над рекою, и семейство вспомнилось одно, и дитя, то было так давно, в Иудее в сумрачное время, Ира царь со сворою своей Учинил резню грудных детей В ужасом объятом Вифлееме. На ночь приютил тогда Димас тех бежавших И младенца спас. Не забыл зеленых глаз младенца. У того, кто с ним распят сейчас, Тот же цвет печально кротких глаз, Только полных мукою недетской. Понял он, чей рядом скован дух, Понял жертву Господа и милость, И душа затрепетала вдруг, И стыдом прозревшая омылась. Горько он покаялся, кляня, Жизнь свою охваченную мраком. «Господи, ты помяни меня в царстве твоем!» Скричал, заплакав. Лишь теперь сумел он рассмотреть Долгий путь с коротким эпилогом. Жизнь он прожил с дьяволом, Но смерть принимает просветленный с Богом. Боль, казалось, таяла, как дым, Но не от затмения сознания, Это на себя его страдания Взял на крест, взошедший рядом с ним. Искосивший очи на краю жизни, Иисус ему ответил, «Ныне ж будешь ты со мной в раю!» И смиренный взор Демаса встретил. И Демас прошел в его врата, И над ним разверзлась высота, И ушел из мира просветленный тот, Кого распяли в мире он нам, Одесную Господа Христа. Аминь. Благодарим, сестра, во славу Господа. Братья и сестры, Мы благодарим Господа. Бог даровал нам эту прекрасную, Чудесную свободу, милость и благословение. И вот в начало года Мы в особом служении пред Господом. Мы приобщаемся к телу И крови нашего Спасителя, Чтобы жить жизнью нашего Господа. Господь положил нам на сердце, Чтобы этот год он был посвящен благочестию, Благочестивой жизни. Благочестивой жизни. Это весьма важно, дорогие мои. Это весьма важно. Послушайте, что говорит апостол Павел В первом послании Тимофею, Четвертую главою с восьмым стихом. Ибо телесное упражнение мало полезно, А благочестие на все полезно, Имея обетование жизни настоящей и будущей. Слава Богу! Благочестие полезно на все, Потому что имеет обетование. Обетование настоящей жизни И жизни будущей. Благочестие для человека – Это великое приобретение. И да поможет нам Господь в этом Пребывать, дорогие мои. Сохранять это, Жить этим, Стремиться к этому, Учиться этому. В этом есть Божья воля, И да поможет нам наш Господь. Благочестие приводит нас к многому И очень серьезно дисциплинирует нас. Всех, всех, и молодых, и средних, И в пожилом возрасте Бог требует благочестия. Благочестивая молодежь, Благочестивые юноши и девицы, Отроки и отроковицы, Люблящие Господа. Полезно благочестие для молодежи И в настоящей, и в будущей жизни. Это очень важно. Семья, которая живет благочестивой жизнью, Она получает особое благословение от Господа. Особое благословение от Господа. И это очень и очень хорошо. Вы знаете, благочестивая старость, Благочестивая старость, Это вообще золото. Это вообще блаженство. Это вообще очень хорошо. Поэтому старость, Я не хочу сказать седина, Я считаю себя еще не старым. Хотя седым. Но нам нужно, Нам нужно также благочестие. Поэтому да благословить Господь, Чтобы нам жить, братья и сестры, Благочестивой жизнью. О благочестии много говорит нам Евангелие. И мы давайте будем вникать, Исследовать и жить благочестивой жизнью. Да поможет Господь. Когда мы читаем послание Ефесянам с 5 главы, То Божье Слово говорит нам, Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, Но исполняйтесь духом. И здесь говорится о благочестивой жизни. Назидая сами к себе псалмами, Славословиями, Песнопениями духовными, Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Слава Богу! Это образ благочестивой жизни. Братья и сестры, Чашей, братья, никого не миновали? Если кого миновали, Поднимите руку, пожалуйста, Чтобы нам видеть. Братья, работайте хорошо. Участвуем. Аллилуйя. То, что осталось в гушинах, Мы разделим между собой, И да будет этого слава Господа. Аминь. На далеком камне Старый крест сидит в небе, Знак посоростраданий ему. О кресте мы поем, О тому, что на нем Был рассянущий крещиком в круг. Старый крест осудил суету, Дал покой для усталых сердец. Я душою приду про кресту, Про кресту через него врету я веки. Старый крест позабыт, Мир погибель свершит, Крест и стоп наша сила и честь. Вечный снег восходил На земле в небе жив, Чтоб его на городу отмесь. Старый крест осудил суету, Дал покой для усталых сердец. Я душою приду про кресту, Чтоб его врету я веки. Старый крест осудил суету, В нем открылась на Божья любовь. Про Иисуса Христа Пролилась за крестом, Чтоб меня искупить обрету. Старый крест осудил суету, Дал покой для усталых сердец. Я душою приду про кресту, Чтоб его врету я веки. Старый крест посудил суету, И кресту присылать, Вот на что я себя отдаю. По снегам и земном Переду в вечный дом, Он меня принес саму свою. Старый крест осудил суету, Дал покой для усталых сердец. Я душою приду про кресту, Аминь. Аминь. Аллилуйя. Идем на молитву и благодарим Господа, Братья и сестры. Присядем, братья и сестры. Братья наши сейчас уберут сосуды, А мы придем к заключению Нашего богослужения. Иначе в это заключение мы Наши десятины посвятим Господу, Будем совершать наше материальное служение. Прослушаем объявления, Помолимся, Поблагодарим Господа И помолимся за нужды народа Божьего. И придем к благателю Божьей. Братья. Молимся за престарелых сестер, Нашу сестру Пашу, Сестру Аню, Сестру Лидию, Сестру Юдмилу, Много в нас сестер, Ольга, Мария, Александра, Молимся, Да явит Господь свою милость. Молимся за больных деток, За вдов, За вдовцов, За нужды народа Господнего. Помолимся особо за Ларису, Да явит Господь ей свою милость. Дорогие мои, Как я уже и просил, И наши братья оттуда просили, На Украине седьмого числа И в России празднуют Рождество Христово, А наши братья Десятого, Одиннадцатого и двенадцатого И тринадцатого января Будут иметь такие Евангелизационные Рождественские представления, Там молодежь организовалась, И они хотят посетить даже Сиротинец, Тот, с которым мы сотрудничаем, Там поставить этим людям Эту рождественскую постановку И послужить В очень таких Нуждающих местах, И мы за них будем молиться Господу. Дорогие, у меня тут одна есть записка, Остальные будет читать Виктор Алексеевич. Дорогие братья и сестры, Моей дочке Юле исполнилось 30 лет. Очень прошу вас, помолитесь о ней, Дабы Господь благословил дочку и ее семью, Дал ей и укрепил ее здоровье, И ответил на ее нужды. Заранее благодарю мама. И с мамой, и если Юля с нами или по интернету, Юля, мы поздравляем тебя с днем рождения И помолимся о тебе и о твоей семье. Дорогие мои, если у вас есть нужды, Приветы, пожалуйста, объявите их, И Алексеевич будет нас приводить К заключительной молитве. Пожалуйста, Алексеевич.